Библейский портал экзегет.ру представляет действующее лицо, вообще главный герой первой части этой книги. Одна женщина, вдова одного из сыновей пророческих, ну, то есть у них это профессия пророки, да, и сыновья пророческие, это такие потомственные ремесленники, да, вдова одного из сыновей пророческих вызвала к Елисею, твой раб мой муж умер, ты знаешь, что он почитал Господа, а теперь пришел тот, перед кем он был в долгу, чтобы забрать в рабство двух моих сыновей. Елисей отвечал ей, скажи, что бы мне сделать для тебя, что есть у тебя в доме. Та сказала, ничего нет у твоей служанки, кроме кувшина с маслом. Тогда он сказал, ступай на улицу, одолжи у соседей всякой посуды и побольше, а потом за закрытыми дверями вместе со своими детьми разливайте свое масло по этой посуде, и какая наполнится, то оставляйте в сторону. Она пошла к себе, закрылась вместе с сыновьями, те подносили ей посуду, она разливала масло. Когда вся посуда наполнилась, она сказала сыну, подай еще кувшин. Тот ответил, больше посуды нет. И только тогда масло иссякло. Она пошла к человеку Божьему и все рассказала ему. Тот ответил, ступай, продай масло, уплати долг, а на остальное живи со своими детьми. Смотрите, история очень простая. Она похожа на ту историю, которую Илья сделал, когда он пришел к одной женщине бедной. Там, если помните, она умирала от голода, ну там оставалась еды на один день, и он попросил его сначала накормить. Когда она это сделала, то он сказал, что не иссякнет масла в кувшине и мука в кадушке. Так и было. Они кормились, пока не закончился этот голод. А здесь даже еще больше. Они не просто себе добыли масло, они добыли масло на продажу, чтобы долги уплатить, чтобы как-то дальше им существовать. То есть, Елисей, помните, просил, чтобы ему было дано вдвое того духа, который был на Ильи. Вот мы увидели, что действительно с избытком. Более того, дальше будут повторяться еще некоторые истории из жизни Ильи, но по-другому. То есть, Елисей как бы заново проходит теми же путями, но еще с некоторым избытком. Однажды Елисей проходил через Шунем. Одна богатая женщина уговорила его пообедать у них. И когда бы он с тех пор не проходил мимо, всегда заходил к ним на обед. Она сказала своему мужу, я точно знаю, что тот, кто часто заходит к нам, святой божий человек. Давай устроим ему наверху маленькую комнату, поставим там ему кровать, стол, стул и подставку для светильника. И когда он будет к нам заходить, сможет остановиться там. Ну, удобно же здорово иметь своего божьего человека, пусть не постоянно, но как регулярного гостя. Такая мемориальная комната, резиденция. Однажды он пришел туда, поднялся в эту комнату и там отдыхал. Он велел своему слуге Гехази позвать ту шунемскую женщину. Тот позвал ее, она встала пред Елисеем. Он передал через Гехази. Интересно, что он напрямую с ней даже не общается, а слуга такой его секретарь. Ты так позаботилась о нас. Что же нам теперь сделать для тебя? Рассказать ли о тебе царю или военачальнику? Ну, чтобы наградил, поднял, там, мужа продвинул как-то на почетную должность. Но она отвечала, не надо, ведь я живу среди своих. То есть, да все в порядке, мне не надо никуда там в столицу, не нужны никакие там переводы на почетные должности. Свои люди вокруг, все у нас хорошо. Она ничего не просит. Вот некая скромность, вот некоторая печаль ее. Но он понимает, что что-то есть, вот у каждого человека что-то не так. Но он все думал, что же сделать для нее. Гехази подсказал, нет у нее сына, а муж ее стар. Елисей велел позвать ее. Гехази позвал, она встала в дверях. Елисей сказал, через год в это же время ты будешь боюкать сына. Она ответила, господин мой человек, боже, не обманывай свою служанку. Ну, очевидно, уже не рассчитывает. Но женщина забеременела, родила сына как раз через год, то же самое время, как и предсказал ей Елисей. Вот история, которая много раз будет в Библии повторяться о том, как бесплодная пара уже в возрасте, когда трудно ожидает рождения детей. Ну, а что это за возраст? Ну, в данном случае это может быть там 35 лет, да, когда уже все, когда уже пора к старости готовиться по тем временам. Ну, мы не знаем. Но история на этом не закончена, да. Он возвестил ей рождение сына. А что дальше? Люди-то смертны. И дети бывают смертны. И в то время люди часто не доживали до взрослого возраста. Просто медицины не было. Ребенок подрос. Однажды во время жатвы он был на поле с отцом. Он стал жаловаться ему, голова, голова болит. Отец велел своему слуге отнести его к матери. Тот взял его и отнес к матери. Он просидел у нее на коленях до полудня. А потом умер. Тогда она поднялась, положила ребенка на постель божьего человека и вышла, закрыв дверь. То есть вот она верит в то, что какое-то присутствие этого человека в ее доме может что-то изменить. Может быть, не более того. Она позвала своего мужа и сказала, пошли со мной одного из слуг и одного осла, я схожу к человеку божьему и обратно. Он спросил, что это ты собралась к нему сегодня, когда нет ни новомесяча и ни субботы, ну то есть религиозных праздников. Она отвечала, все благополучно. То есть она не расстраивает даже мужа. Она не рассказывает, в чем проблема. То ли она надеется, что все исправится каким-то образом, то ли она еще сама в это не верит, но вот удивительно, мать, которая не сообщает о смерти своего ребенка. Может быть, все-таки смысл такой скорее, что пока человек Божий с ними, еще все не окончательно. Она оседлала осла и велела слуге погони осла, пока не велела остановиться. Так она отправилась в горе Кармель, где был Божий человек. И когда Божий человек увидел ее издали, то сказал своему слуге Гехази, вот та женщина из Шунема, поторопись навстречу, расспроси, благополучно ли она и муж ее и ребенок. Та ответила, да, благополучно. Когда же она взошла к Божьему человеку на гору, то ухватилась за его ноги. Гехази подошел, чтобы отодвинуть ее на Божий человек, сказал, оставь ее, у нее горе. А Господь скрыл это от меня, не объявил мне. Вот, пожалуй, нигде больше в этих книгах такие мелкие подробности не пересказываются об обычных людях. Вот не цари тут действуют, как там, допустим, выясняют, кто будет после Давида править с Израилем. Да, там очень подробный рассказ. Какие-то мелкие бытовые подробности. И давайте чуть дальше прочитаем, обратим внимание вот тоже на эту мелочевку, так сказать. Хотя мелочи все существенны. Она сказала ему, разве просил я у тебя, господин мой сын, не говорила ли, чтобы ты не обманывал меня, тот вилел Гехази. А пояшься и возьми мой жезл в руку и ступай. Кого не встретишь, неприветствуй, на его приветствию не отвечай. Скорее возложи мой позох на лицо ребенка. Мать мальчика сказала Елисею, жив Господь и жива душа твоя, я не отстану от тебя. И тогда он поднялся и пошел. Гехази отправился впереди них. Он возложил жезл на лицо ребенка, но ни звука не было в ответ. Тогда он вернулся к Елисею и передал ему, что мальчик так и не пробудился. Мать хочет личного присутствия, личного вмешательства пророка. Всего остального мало. Напомню, что с Ильей тоже была похожая сцена. Он там оживляет мальчика, которую той самой вдовы, некогда спасенной им вместе с сыном от голодной смерти. И здесь что-то похожее. То есть тоже дана жизнь. И женщина тоже говорит, разве просил я сына, не обманывай меня. Радость ты мне дал, а теперь он погиб. То есть вот все впустую, все мои надежды пошли прохом. И здесь есть параллели, вполне ясные. И вместе с тем здесь очень много говорится вот о пророке, как о простом человеке, как о том, кто иногда тоже не все понимает, иногда может быть хочет отделаться, да, вот мой жезл, там сходи, отнеси. Но если она действительно настойчива, то все будет. Елисей вошел в дом, где на его постели лежал мертвый ребенок. Он зашел в эту комнату, запер за собой дверь и молился Господу. Он лег поверх мальчика, прижался губами к его губам, глазами к его глазам, ладонями к ладоням. Вот удивительное такое описание. То есть он сливается с ним, он становится как бы одним телом. Так он припал к ребенку, и в теле его затеплилась жизнь. Елисей поднялся, немного походил по дому, а потом вернулся и снова припал к его телу. И мальчик чихнул, он чихал семь раз, а потом открыл глаза. Тогда Елисей подозвал Гехази, велел позвать ту женщину. Снова вот его секретарь передает все, что нужно. Он позвал, она вошла, Елисей сказал, возьми сына. Она подошла и пала низ к его ногам, а потом взяла сына и ушла. Елисей возразился в Гилгал. В стране был тогда голод. Однажды, когда сыны пророческие сидели вместе с ним, он велел своему слуге достать котел и сварить похлебку для них. Вот опять очень простая история. Смотрите, история про гостеприимство, про роды, про болезнь и смерть, про исцеление. Вот про голод опять пойдет. Елисей не только на уровне царей действует. Это еще и простая человеческая жизнь. Вот включая, ну понятно, что там рождение или смерть ребенка, это огромные события, но включая просто проголодались. Сварить похлебку для них. Один из сынов пророческих вышел тем временем в поле в поисках съедобных трав. Он нашел некую лозу, набрал с нее плодов в подол, а потом принес и покрошил их в котел. Но никто не знал об этом. Ну понятно, не надо рвать чего попало и кидать в пищу. Но когда похлебку разлили и стали есть, то некоторые закричали «Смерть в котле, человек Божий!» и не могли есть. Тогда он велел подать муки, высыпал ее в котел и сказал «Теперь разливайте, пусть едят». И ничего дурного в котле не оказалось. «Потом пришел один человек из Баалши и принес к человеку Божьему начатки нового урожая. Двадцать хлебов и зерна прямо в колосев. Тот велел раздать это людям, чтобы они поели. Слуга воскликнул «Разделите ли мне это на сотню человек?» Тот сказал «Раздай, пусть едят». Так говорит Господь, они насытятся и даже останутся. Слуга раздал, они и наелись, и даже осталось по слову Господню». Но это параллель имеет, конечно, в Евангелиях. И вот эти маленькие эпизоды из жизни Елисея, мне кажется, еще и еще раз должны нам подчеркнуть, что нет для Бога мелкого. Даже проблема отравленной пищи или некачественно приготовленной пищи из не тех ингредиентов – это то, во что может вмешаться пророк, потому что это человеческая жизнь. Вот человеческая жизнь вся абсолютно, от рождения до ее завершения, она для Бога важная цена. И пророк участвует в этом, вмешивается в это все. Мы можем задаться вопросом, наверное, это касается только израильтян. На этот вопрос ответит пятая глава. Спасибо. 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 Спасибо.